всем привет сегодня у меня посылочка из магазина мир вышивки наконец-таки я поймала вот этот набор его очень быстро разбирают и наконец-таки он мне тоже достался если вы еще ни разу не делали покупки в магазине мир вышивки можете воспользоваться моим промо кодом инесса который даст вам 10 процентную скидку на ваш первый заказ вся информация будет под видео в инфобоксе а также ссылочка для перехода в магазин вот этот наборчик от панны как только он вышел в новинках мне очень очень понравился и мало того я на встрече вышивальщиц видела в живую вот этот сыр он так интересно сшивается работа 3d объемная но очень хочется мне вышить этих мышек они просто восхитительны посмотрите в наборе еще идут бусины ну просто обалденно единственное что наверное будет долго вышиваться это фон 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 зашивается полностью вышивается все на конве 16 каунта классно что не 18 я не люблю мелкую вышивку вернее я ее люблю но мне сложно вышивать на 18 каунте а вот и здесь 16 очень интересная необычная задумка размер работы на 10 на 7 на 5 с половиной сантиметров ну в общем обалденная такая игрушка получается как видите она небольшая по размеру сейчас посмотрим какие ниточки в наборе я очень люблю наборы от фирмы панна они комплектуются материалами гамма ниточки гамма канва гамма мне это все очень нравится вот схемы правда в наборах по на разные бывают не всем девочкам они нравятся есть черно-белые есть цветные здесь вот как видите вот такая цветная схема на вот в принципе на мой взгляд можно было вот этот розовый сделать бледнее полностью вот этот фон можно было чуть побледнее сделать но поскольку у меня много наборов я человек капризный поэтому могу придираться вот здесь побледнее вот кстати вот на этой заготовочки побледнее хотя может это разный цвет используется а может быть это погрешности полиграфии сейчас ради интереса в ключе посмотрю нет включи один розовый цвет а вот это все вышивается одним розовым цветом а вот просто я думал сначала может быть вот видите здесь ярче а здесь бледнее я подумала что это разные цвета нет на самом деле это один и тот же цвет а вот здесь просто ярче пропечатался но вот здесь мне нравится больше вот где бледнее мне нравится больше ну я бы не сказала что очень сложная вышивка но вышивать я буду с разметкой обязательно с разметкой потому что потом все это нужно сшивать нужно точно вышить ошибаться здесь нельзя вот иначе потом не сойдутся эти детали а вот вот здесь которые разбросанной детали тут может быть это не так важно а вот здесь вот вот эти места они очень важны поэтому буду делать полную разметку как я всегда это делаю многие девочки спрашивают зачем делать полную разметку, просто потому что мне так удобнее вышивать. Ой, какие интересные бусинки. Девочки, смотрите, бусинки мелкие. На первый взгляд, я подумала, что это как десятый размер. Десятка, ну, думаю, стандартные, наверное, такие вот бусинки. Нет, они меленькие, такие красивенькие, классные. Вот, здоровские бусинки. Ой, смотрите, здесь металлизированная нитка. Я сразу на первый взгляд и не поняла, где здесь используется металлик, но он, как видите, здесь есть. Прям даже интересно, где же здесь что блестит и что вышивается металликом. Это шнурочки. Вот, смотрите, на металлизированную ниточку одеты бусинки. Вот, как интересно. Вот, я видела живьем эту работу, но я так детально ее не разглядела. Девчонки, когда я прихожу навстречу и снимаю видео, я совершенно не успеваю подробно разглядеть все работы и познакомиться со всеми девочками. Вот. Ну, что поделаешь. Вот, смотрите, такие заготовочки из картона. Картон очень-очень плотный. Такой плотный, прям классный картон. И вот так вот по виду в принципе сыр небольшой. Небольшой. Если, конечно, вот так сложить все вместе и учесть, что это полная зашивка. Вот так, да? Ой, вы знаете, прям так хочется вышить, прям вот. Я когда открываю наборы, мне все сразу хочется вышить. Когда я их не вскрываю, еще, ладно, могут полежать. Но когда я уже открою, мне очень хочется. Вот знаете, что интересно? Столько много ниток. Вот вроде смотришь, такие заготовочки маленькие, да? Посмотрите, сколько много ниток. А здесь хоть и не очень длинная нарезка у панны, но все равно, все равно, ниточек много. Очень хочется, очень хочется вышивать. Так, сколько цветов? Цветов здесь используется 20. И как раз так. У меня вот органайзер. Здесь у меня 18 цветов. Вот такое я заказала органайзер. Посмотрите, здесь кошечка. Она вот так выдавливается. Кошечка – это бобинка. Вот на эту бобинку можно намотать вот эту металлизированную нить, допустим. А вот сюда вот использовать все остальные цвета. Правда, здесь немного, всего 18 получается. Так, а здесь у нас, если мы уберем металлизированную нитку, то получается 19, да? Ну ладно, черную можно повесить вот сюда, желтый. В принципе, ее не перепутаешь. Тут мало вот этих вот серый. Черный можно повесить вот сюда на номер 18. В принципе, черный цвет ни с чем не перепутаешь. Черный цвет – это бэк. Вот, как видите, здесь есть бэк. Но, в принципе, бэка немного. Бэка немного. Ой, какой классный мышонок. Наверное, пока новогодние праздники нужно этого мышонка вышить. Он обалденный. Ну, я, наверное, сейчас уже и приступлю к его вышивке. Очень хочется вышить. Я, кстати, не люблю перевешивать ниточки с органайзера на деревянный органайзер. Но, как видите, фирма Панна не закрепляет свои нитки. Их все равно приходится снимать и вот так вот завязывать. Ну, и поскольку я их буду снимать, зачем я их назад буду вешать на эту планшетку, когда у меня есть красивые органайзеры. У меня много их разных органайзеров. Я могла бы подобрать по цвету органайзер. Но, в принципе, этот тоже очень красивый. Очень красивый. И я сейчас начну вышивать. В наборе есть еще вот такой синтепон. Он такой толстый. Вот, видите? Так, он многослойный вот такой. Ну, в общем, потом нужно будет все это самой выкраивать. Вышить-то я быстро вышью. А вот потом выкроить и шить для меня это будет проблемно, потому что я шить не очень люблю. А вот много лет своей жизни я посвятила шитью. Я работала швеей-надомницей. Поэтому прям не люблю я это дело. Но нужно, девочки, куда деваться? Нужно. И вот нужно разметить вот эту канву. Вот здесь еще у нас есть две иголочки. Так, канва действительно шестнадцатого каунта. Здесь написано. Я просто сразу вот так на первый взгляд сказала шестнадцатый. Думала, ошиблась. Думаю, вдруг восемнадцатая. Нет, шестнадцатая канва. Ну что, сейчас покажу дальше. Какие еще наборчики ко мне приехали. Вот такая швейная машинка от фирмы Дивная Вишня. Девочки, Дивная Вишня там в двух комплектациях есть. Есть на деревяшках, на деревянных заготовках, а есть на пластиковой основе. Я заказала на пластиковой основе. Очень нравится мне вышивать маленькие игрушечки. И вот опять я заказала вот такую машинку. Ну посмотрите, какая она классная. Она хоть и маленькая, посмотрите, какая проработка схемы. Ну обалденная. Правда же? Обалденная. Вот. Обращайте внимание на описание. В описании написано деревянная канва или пластиковая. Но, девчонки, и по цене тоже очень отличается. На деревянной заготовке в два раза дороже, чем на пластике. Вот. Ну, поскольку у меня на деревянных заготовках много есть наборов, и вот в следующем видео вы увидите, что я заказала на деревянных заготовках. А для разнообразия я хочу вышивать на пластике. И здесь еще вот есть серебристая нить. Вот здесь, наверное, вот здесь, наверное, серебром отделка. Ну, в общем, очень красиво. Очень красиво, классно. Так, заказала я иголочки. Вот такие иголочки 24-го размера заказала. Иглы от Himline. Поскольку я давно вам обещала снять видео, как я оформляю работы на пластиковой канве и какими иголками вышиваю на пластиковой канве. У меня иголки есть, но размер я уже не помню. Давно я их покупала. И вот заказала иголочки специально, чтобы померить. Мне кажется, что вот я вышиваю 24-ми иглами. Хотя они толстые, может быть, и 26-ми. В общем, я буду на видео вам показывать, какие иголки идеально подходят для пластиковой канвы. Потому что наборы от фирмы Жар-Птица они не комплектуются иглами. И многие девочки спрашивают, какой лучше купить размер игол. Но если честно, я не знаю. У меня вот от наборов какие иглы остались, я на глаз их подбираю. Но какого номера они, я не знаю. И для того, чтобы мне вам точно сказать, вот подходят, например, 24-й или нужны 26-й. Мне нужны иглы. Вот. И вот сейчас я как раз буду в ближайшее время снимать вам такое видео. Вот. И точно уже скажу. Собственно, вот это меня и задерживало. Потому что в этом видео я буду отвечать на все вопросы, которые вы мне оставляли в течение года под всеми видео, где есть вышивка на пластиковой канве. Заказала вот такой фетр. Девочки, в магазине Мир Вышивки оказывается самый дешевый фетр. Посмотрите. Там разные расцветки. Я вот в прошлый раз другое расцветки заказывала. Всегда заказываю хотя бы пару листочков фетра. У меня уже фетр собран. Очень большая коллекция всех расцветок, то есть любую работу я могу заменить. Вот, кстати, я не знаю вот здесь какой фетр используется в наборе. Сейчас мы с вами посмотрим. В фирме Жар-птица фетр не цветной, а такой какого-то грязно-белого цвета. мне не нравится. Я везде буду менять фетр, буду подбирать его по цвету. Вот я сейчас открыла эту машинку и смотрим, что входит в набор. Фигурная основа, схема, инструкция, мулине DMC, игла, две штуки, металлизированная нить, бисер, магнит и фетр. Ну, я думаю, что дело, наверное, в цене, потому что, когда на деревянной заготовке, здесь полная комплектация идет. А вот у меня на пластике. Читаем, что входит в набор. Пластиковая канва, схема инструкции, мулине DMC, игла, металлизированная нить, бисер. То есть, здесь прям уже, вот видите, по описанию, магнит и фетр в набор не входят. Очень обидно. Очень обидно. Хотя по цене сразу было понятно, что здесь неполная комплектация, потому что стоит этот наборчик недорого. А вот, но все равно, все равно хочется, чтобы фетр и магнитик был в наборе. Ну, фетр, ладно, у меня фетра много. А магнитики, в принципе, отдельно покупать на Алиэкспресс, там они десятками продаются, они тоже не дешевые. Все-таки, как полезно иногда бывают обзоры наборов. Я очень люблю смотреть обзоры наборов. Вот, я, допустим, не знала, что здесь такая комплектация. И пакетик вот этот одноразовый, то есть, назад уже вот упаковать невозможно. он тут же взорвется. Вот, так что, вот такие наборчики от Дивной Вишни. В общем, если хотите полную комплектацию, то покупайте на деревянных заготовках. Но, если честно, я не всегда хочу вышивать на деревянных заготовках. Я люблю вышивать больше на пластике. Вот, хотя для разнообразия на деревянных я тоже вышиваю. Следующий наборчик это наборы от фирмы Овин. Я уже делала сравнительный обзор Овин и Жарптица. И я хочу сказать, что наборы от фирмы Овин нисколечко не уступают наборам от Жарптицы. Это двухсторонняя вот такая игрушечка на пластиковой конве. В этих наборах есть иголочка. У Жарптицы нет иголочки. И посмотрите, какой маленький сапожок и как классно проработана схемка. Очень нравится мне. Нужно внимательно читать только описание наборов, потому что очень часто наборы от фирмы Овин вышиваются в три нити. Поэтому читайте внимательно. На пластике может быть в две нити будет вышиваться. Но вот у меня были наборы, которые вышивались в три нити. Вот ниточки ПНК используются в этих наборах. Ну собственно точно так же как и у Жарптицы. Комплектация точно такая же. Такие же нитки, такие же заготовки пластиковые. Единственное, что здесь есть иголочка. И схемки у фирмы Овин мне нравятся больше, чем у Жарптицы. Хотя я и Жарптицу тоже нормально вышиваю. Но все-таки больше таких нюансов, каких-то мелких плюсов есть у наборов Овин. И по цене они, кстати, не дороже, чем Жарптица. И еще, что я хотела от Дивной Вишни, давно хотела, это вот эти вот куколки, которые я хочу для Василисы, для своей внучки вышить. И смотрите, здесь есть одежки. Ну, в общем, пока Василиса подрастет, как раз я этих куколок и вышью. И так получилось, что одновременно ко мне ехал набор из мира вышивки, и пришла ко мне в гости Аня и подарила мне вот такой вот красивый наборчик. Теперь у меня их два таких наборов. Вот. Ну, потому что я не раз уже говорила, что хочу этих куколок. Вот. И, в общем, так получилось, что это ко мне все приехало одновременно. Вот. И Аня ко мне приехала, и наборчики приехали. вот. Ну, вот такие классные куколки. На куколках магнитики. Вот. Я в трансляции делала обзор, когда Аня мне этот наборчик подарила. Я прям в трансляции делала обзор, показывала. На куколку клеются магнитики, а на одежках шайбочки. Ну, я, наверное, эти шайбочки буду убирать, и, наверное, буду делать мелкие магнитики, чтобы лучше держалось все это, и чтобы можно было на доску, например, магнитную доску, и, чтобы туда куколку и одежки вот так вот приклеить, потому что на одежках не магнитики, а шайбочки, они не клеются к металлу. Вот. А чтобы вот так вот все сделать, то нужны магниты. Ну, понятно, что в целях экономии использовали не магниты, а шайбочки. Хотя, классно бы было использовать магнитики. Но, когда вы будете клеить магниты, нужно внимательно смотреть полюс, да, плюс-минус, потому что магнитики могут магнититься к друг другу, а могут отталкиваться друг от друга. Поэтому здесь нужно внимательно клеить мелкие магнитики, чтобы они потом хорошо магнитились к куколке. В общем, вот такие вот две подружки у меня теперь есть. Кукла Марина и кукла Даша. Ну и поскольку все-таки новогодние праздники и к Новому году я заказывала много наборчиков новогодних с игрушками и вот такие игрушки на пластиковой конве от фирмы Classic Design. У меня еще не было ни одного набора Classic Design на пластиковой конве. Есть у меня набор от Classic Design, но еще ни одной вышитой картины. Здесь, в принципе, все стандартно. Пластиковая конва, нитки DMC, конва 14-го каунта. И давайте посмотрим, какие варианты игрушек еще есть. Есть вот такие красивые ангелочки. Вот такие вот есть игрушечки. Вот такие зверюшки, котики, да, здесь есть котики. А здесь собачки, новогодние собачки. Здесь новогодние снеговички. Ну, на сайте вот такой был набор представлен, другие я не видела, но мне очень понравились вот эти мишки. Вот их здесь 6 штук. В общем, вот такой вот классный комплект средняя высота 11 сантиметров. Ну, не такие уж они и малышки. Вот для сравнения, да, вот здесь вот у нас сапожок, он идет 9 на 6 сантиметров. Ну, здесь вот написано не выше 11. Вот. Ну. В общем, тоже есть над чем поработать. Ну, вот. Я не знаю, входит ли фетр. Кстати, вот давайте посмотрим, входит или не входит. Сейчас откроем, да посмотрим. Прям любопытно мне. Вот, кстати, можно сравнить иголочку. Вот какая в наборе идет. Посмотрите, она очень похожа на эту 24-ю, но что-то, по-моему, она даже толще. Какая должна быть иголочка для пластика? Вот когда вы ее вставляете, она не должна выпадать туда вниз. Видите? Вот. То есть, она должна чуть-чуть проходить плотно, но не очень туго для того, чтобы рука у вас не уставала. Вот так не должна она быстро проваливаться. Вот эта иголочка идеально подходит. Кстати, сейчас я вскрою иголочки от Heemline и посмотрю вот эти вот 24-е иглы, как они подходят или не подходят сюда. Вот сейчас мы сравним две иглы. Очень похожа вот эта игла в наборе вот на эти иглы Heemline. Так. Так. Проверяем иглу от Heemline. Вот, как видите, она тоже вот идеально подходит. В общем, вот эти иглы от Heemline 24-го номера идеально подходят для пластиковой канвы. Вот такая схема Classic Design. Очень похожа на схемы Dimensions. Правда, намного крупнее схемы Dimensions. Я сканирую и распечатываю их покрупнее. вот такая пластиковая канва. Я, правда, очень люблю белую канву, а не прозрачную. Но на прозрачной тоже вышиваю. Канва мягкая. Она намного мягче, чем канва у Жар-Птицы. Ну, наверное, это не гаммовская. Вот, это явно не гаммовская канва, потому что я до этого вышивала только на гаммовской. Вот такие красивые ниточки DimC. И, как видите, фетра нет. Вот, собственно, для чего я заказываю фетр. Вот как раз приехали вот такие цвета. И, как видите, они очень подходят к этим мишкам. Вот так. Вот. Так что этот фетр мне тоже пригодится. Вот. И, кстати, когда я заказывала, я уже так подумала. Не знаю, есть здесь фетр, не знаю, нет. У меня, правда, есть и красный фетр. Может быть, я на разных мишек разного цвета буду делать фетр. Ну, посмотрим. А может быть, буду вот этот синий-голубой. Он, в принципе, идеально сюда подходит. Ну, все. На этом заканчиваю свое видео по ссылочке. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, если вам было интересно. Ссылочку для перехода в магазин я, как всегда, оставляю под видео в инфобоксе. С вами была Инесса. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok